Дорогие мои, сегодня с вами говорим на тему, как быть бодрым и продуктивным целый день и что такое уставшие надпочечники. В этом видео я разберу базовые моменты, которые влияют на то, чтобы вы в течение дня чувствовали себя комфортно. Очень во многих случаях история надпочечников завязана на хронической усталости, на нерешительности, на каких-то состояниях, которые не дают возможности куда-то выходить с своей дистанции. И соответственно это понижает уровень внутренней энергии и человек начинает чувствовать себя не очень комфортно. Что делать, чтобы решить эту проблему? Первое, что нужно знать, это эмоциональный комфорт. Обязательно самые простые вещи, которые я дам для того, чтобы организм максимально чувствовал себя комфортом. Завтрак. Многие считают, что чашка кофе это нормально, но напоминаю, что в течение дня у организма огромные-огромные задачи. И если их не восполнять минералами, витаминами, аминокислотами, то организм будет как будто бы брать взаймы у самого себя. И это история, которая очень у многих вызывает состояние фрустрации. Не получать достаточное питание, не кормить себя, не ухаживать за внутренними средами, не давать суточную норму белка, не заботиться о микрофлоре. Это по мелочи создает ту нагрузку, которую вы получаете. И соответственно, что делать, если есть такие проблемы? Первое, распределить питание. Второе, высыпаться. Третье, восполнять дефициты. Четвертое, ребята, и самое важное, это работать с психикой своей. Как только почувствовали, что где-то перенапряглись, где-то едете не туда, куда нужно, сами себя тормозите, стопорите и возвращайте на место. Следующее, если очень-очень хочется реализовываться и энергии не хватает, то важно начать с базового, с рациона, с нас, отдыха и с движения. Надпочечники контролируют все. И как только уровень стресса высокий, у организма сил на выживание очень-очень мало. Соответственно, что важно делать? Как вы думаете? Напишите под видео. Исключить все стимулирующие напитки, вовремя спать, есть и вовремя работать с психотерапевтом, потому что эта история, она дает больше, чем вы можете подумать. Надпочечники можно поддержать микроэлементами и дать себе поддержку при помощи внушения и восстановления. Это тоже работает. Но еще один момент про надпочечники. Если они у вас уже уставшие, то не надо загонять себя еще больше, потому что это история, которая нужна вам будет всегда. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...